Всем привет! Это Алена и сегодня я хочу показать вам, как сделать вот такие вот стрелки. Дело в том, что меня одна моя подписчица в личных сообщениях попросила, спросила, могу ли я сделать такое видео, и я решила, что почему бы и нет, потому что я сама такие стрелочки очень люблю, мне нравятся, возможно, кому-то будет полезно. Если вам интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть. Я уже сделала основной макияж лица, то есть это пудра в моем случае, бронзер под скулой, немножко хайлайнера-аллюминайзера и румяна. И сейчас, собственно, приступим к стрелкам. Так, используя вот такой вот лайнер, у меня это простой лайнер от Oriflame, айлайнер стайлу. Будем рисовать стрелочки. Для того, чтобы нарисовать стрелки, и они не закручивались у вас, не были чересчур какими-то навязчивыми и вульгарными, нужно делать следующим образом. Начинаем рисовать. Я показываю форму стрелок, которая идеально подходит для моего типа глаз. То есть, ну, миндалевитные, не круглые, не слишком узкие, вот хорошие, нормальные, стандартные глаза. Итак, смотрим. Начинаем рисовать от середины века. И аккуратно ведем эту линию, чуть-чуть потихоньку потом, отходя от линии роста ресниц, просто ведем ее прямо, не сгибая, не подкручивая. Слегка приподнимая брови, нам так будет виднее. Мы ведем, ведем ее прямо, ну, вот на то расстояние, насколько вы хотите, чтобы у вас была длинная стрелка. Если аккуратные дневные, то, в принципе, вот до того расстояния, на котором я останавливаюсь сейчас. Таким образом. Можно дальше, если там какой-то восточный, вечерний макияж и так далее. Но мы остановимся вот здесь. Теперь, поднимая вот так вот брови, мы от внешнего уголка глаза будем соединять вот эту точку с нашим концом стрелки просто прямой линией. Вот таким вот образом. Одна маленькая, тоненькая линия. И сейчас нашей же подводкой, нашим лайнером закрашиваем вот этот вот уголок, который у нас получился. То есть саму стрелку зарисовываем. Подправляю чуть-чуть форму, если это необходимо. Вот такая вот стрелочка у нас получилась. Все очень-очень просто. Сейчас, чтобы более закончена и органично смотрела стрелка, я проведу линию подводки от внутреннего уголка глаза прямо по линии роста ресниц, стараясь практически у корня, наверное, ее провести, скажем так, ну и соединяя до середины глаза. Чуть-чуть сверху аккуратно пройтись. Уже не утолщая линию нашей подводки, просто проводя ее по линии роста ресниц, чтобы она у нас внезапно не начиналась посередине глаза, а чтобы она шла как бы вот от самого внутреннего уголка, а просто потом от середины начиналась сама стрелочка. Вот таким вот образом. Сейчас я уже подвела и второй глаз. И теперь воспользуюсь карандашом от Dior черного цвета. Для того, чтобы подвести наши реснички прямо у корня их роста, чтобы сделать их гуще визуально и взгляд глубже. То есть более такие пышные густые ресницы получатся. Немножко можно пройтись и сверху подводки, чтобы ее слегка закрепить аккуратными точечными движениями. Вот таким вот образом. Вот что у нас получилось сейчас. У меня правда свет падает с этой стороны, поэтому может вам казаться, что что-то не симметрично, но все симметрично. Надеюсь, что видно. И сейчас уже последний штрих я хочу завершить. С помощью туши, в данном случае я хочу взять тушь Clinique High Impact Mascara. С вот такой вот кисточкой. Я буду красить только верхние, поскольку нижние ресницы в дневном макияже я не крашу. Если вы хотите, вы в принципе можете их накрасить. Но мне кажется, что со стрелками достаточно накрасить и верхние ресницы. Вот такой вот замечательный легкий дневной макияж у нас получился. Если вы, например, добавите сюда цветные тени на верхнее веко или подведете нижнее веко цветным карандашом для глаз, то это будет уже более, может быть, такой вечерний или же летний вариант макияжа, более яркий, сочный. Но вот в таком исполнении, просто с хорошим тоном лица, нейтральным оттенком теней на все веко, каким-то полупрозрачным, или же вообще без теней, а просто с выровненными веками, подводка, аккуратные стрелочки, замечательный вариант и на день макияжа. Вот такой вот у нас получился макияж. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно и полезно. Всем пока!